Для воспитанников детского сада Колобок проводят экскурсию по боксам, где автобусы отдыхают между рейсами. В роли гида, директор транспортного предприятия. На следующий год они идут в школу, и им надо знать, какие правила существуют, как вообще автобусы устроены, как пользоваться льготой, которая у них есть. В ремонтной мастерской ребята пообщались с главным механиком. Здесь рейсовые автобусы проходят регулярный техосмотр. Это необходимо для безопасности пассажиров. В каждом автобусе есть двигатель. Это так же, как у каждого человека есть сердце, есть двигатель. К следующей точке экскурсанты отправились на новеньком экоавтобусе. Такой транспорт работает на газу, и он безвреден для окружающей среды. Все, что производит автобус, когда он едет, абсолютно безвредно для нашей природы. И поэтому в последнее время мы всегда работаем и переходим. Все новые автобусы, которые у нас покупаются, они работают на газомоторном топливе. Оно называется метан. Уже в следующем году многие участники экскурсии пойдут в первый класс. Сегодня ребята узнали, что для школьников в Новом Уренгое проезд в автобусах бесплатный. Но есть правила, и нужно их соблюдать. Карта учащегося действительно это необходимое условие для того, чтобы человек, ученик именно получил право льготного проезда на городском транспорте. Карта показывает, ну тем самым идентифицирует учащегося именно муниципального образования город Новый Уренго. А что вообще знаете об автобусах? Ну в автобусах, понятно, что в них мощные двигатели. А еще они большие, и в них может поместиться очень много людей. А отгадайте загадку. Без окон, без дверей, полногорница людей. Не знаю. Из овощей. Из овощей? Тыква? Помогите. Огурец. На предприятии строго следят за тем, чтобы пассажирский транспорт был чистым. На водные процедуры ежедневно отправляются до 40 автобусов. Это централизованная мойка, как бы, да, для автобусов, которые он и вверх чистит, и бока убирает, и, ну, как бы, только переднюю убирает. И, ну, я не знаю, как это. Ну, и плюс она еще пену дается. Она сначала дает пену, первым заходом она идет, а обратно уже с чистой водой снимает. За один час малыши узнали много нового об автобусах и тех, кто с ними работает. А потом и украсили один из салонов. Мы приготовили снежинки, которые наклеиваются на окна. Мы сами это рисовали, чтобы сделать сюрприз, и весь город видел, что дети очень любят рисовать. Это табличка, чтобы наши пассажиры знали, что детки детского сада Колобок пришли к нам в гости, украсили наш автобус, а мы им в этом обязательно поможем. Такая экскурсия для дешкалят прошла впервые. Как заверили нас в МУПАТе, гостям здесь рады всегда и большим, и маленьким. Мария Буаху, А.Виктор Итленко, информационное агентство «Импульс Севера». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова